Зоркий глаз, юридическая корочка и понимание политической обстановки в стране. Все, что нужно для того, чтобы стать наблюдателем на выборах. В Самаре завершается подготовка людей, которые будут первыми свидетелями голосования. Они войдут в группу видеонаблюдения. Напомню, все избирательные участки оборудованы видеокамерами. Одна будет фиксировать сам участок, другая направлена на урну для голосования. Данные с камер в режиме онлайн будут передаваться в специальный штаб. Кроме того, за ходом голосования любой желающий сможет следить на сайте 2016.выборы63.ru В том случае, если к нам будет поступать сигнал о том, что имеется информация о нарушениях на том или ином избирательном участке, мы обращаемся к серверу Ростелекома. Они нам дают фрагмент. То есть просто для этого необходимо указать примерный временной промежуток номера избирательного участка, на котором имел место факт нарушения. И по прямой ссылке можно будет ознакомиться уже непосредственно с видеозаписью данного фрагмента и произвести оценку той правой ситуации, которая имела место быть. Наше наблюдение будет являться серьезным фактором доказательств того, что есть и чего не было. Потому что когда событие уходит, а фиксации нет, манипуляций очень много. А вот видеонаблюдение позволит избежать разного рода манипуляций. Разбором нарушений займется конфликтная группа, в которую войдут в том числе представители политических партий. При необходимости общественники направят и на сам избирательный участок. Кроме того, за выборами в Самарской области будут следить федеральные и международные эксперты. Субтитры создавал DimaTorzok